На Артик ТВ время новостей. В студии Максим Галямин. Здравствуйте. И коротко о главных темах этого выпуска. Подыскать тёплое местечко. Это более эффективное направление, чем общение в сети. Добро пожаловать на ярмарку вакансий. Саамские сказки, саамский рэп, а теперь и саамские комиксы. Очень, очень хорошо, что есть, например, этот вот проект. В Мурманске представили необычную выставку. Лыжи и сноуборд можно убрать на антресоль. Мы собрали тех ребят, которые тоже любят вот этот весь горнолыжный драйв. В областном центре закрыли сезон катаний. В Заполярье постепенно приходит весна. Это значит, что пора приводить в порядок муниципалитеты. Начнутся обновления с ремонта дорог и дворов. Стартует в области и субботники. Когда ждать первую ремонтную технику на городских магистралях? И какие сроки сезонных работ в этом году? В том числе обсудили на оперативном совещании в правительстве региона. Оперативное совещание в правительстве региона началось с хорошей новости. В это воскресенье Североморску исполнилось 70 лет. Для города возраст не такой уж и большой, но все же обновления столицы Северного флота не помешают. Помимо создания новых спортивных объектов и реконструкции сетевой инфраструктуры, губернатор пообещал жителям повысить качество дорог и общественного транспорта в муниципалитете. Я прошу, заключая сейчас контракты на общественный транспорт, сделать все для того, чтобы там по этому маршруту курсировали новые, теплые, качественные, безопасные автобусы. Это то, что нужно сделать оперативно. Ну а вторая задача, с учетом того, что мы эту дорогу передали в федеральный центр вместе с коллегами из федерального Минтранса, Илья Ильич, нужно сделать все для того, чтобы эту дорогу максимально быстро запустили в реконструкцию. Ремонтировать разрушенные после зимнего сезона дороги будут и в Мурманске. В муниципалитете уже начали заделывать небольшие ямы и выбоины. Работы, по словам профильного министра Артема Гришина, должны будут закончить к 1 июля. Такие сроки главу региона не устроили. Давайте 15 июня срок, чтобы все было закрыто. С 1 мая вы собственника тоже стимулируете, чтобы заводы мысли открывали, потому что в этом году весна раньше, чем в прошлом наступила. И в этом смысле работа в любом случае, даже в рамках тех контрактов, которые заключены, нужно быстрее выходить делать. Помимо дорог в ремонте нуждаются и дворы региона. На эти цели правительство области в 2021 году выделило 60 миллионов рублей, которых при софинансировании из муниципального бюджета, по идее, должна хватить, чтобы облагородить около 300 территорий. Но депутаты горсовета Мурманска проект почему-то поддержать отказались. Для меня, конечно, необъяснимо, что депутаты городского совета города Мурманска отказались дать небольшой уровень своего финансирования, менее 30%. Поэтому мы точно независимы от того, кто там что думает. К сожалению, в представительном органе города Мурманск наша задача думать о людях. Ремонтировать дворы – задача специалистов. Но преобразить территорию, сделать ее чище и краше в наших силах. В субботу, 24 апреля, как в Мурманской области, так и по всей стране состоится масштабный субботник, который поможет быстрее привести в порядок после зимы улицы и дворы. Поговорили в стенах регионального правительства и о пандемии. 30 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Один человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске – плюс 22, Североморске – плюс 4 и Кольском районе – плюс 3. Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что пункты вакцинации от COVID-19 теперь нанесены на Яндекс.Карты. Жители любого города смогут найти адрес, контакты и время работы ближайшей точки, где делают прививки, а также построить до нее маршрут. Для этого нужно ввести запрос в поисковой строке сервиса, например, вакцинация или где сделать прививку. У Мурманской области в 12 подведомственных региональному Минздраву в медорганизациях работает 26 прививочных бригад. Жители 20 муниципалитетов региона могут сделать прививку от коронавируса рядом с домом. Для всех пунктов предусмотрена возможность записи через приложение Госуслуг и региональный портал. Всего в Яндекс.Картах были 4,5 тысяч точек, где можно сделать прививку от коронавируса. На данный момент это самый полный список, который собран в одном месте. Он будет дополняться совместно с Минздравом России. В Мурманской областной доме состоялось заседание Комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ. Большая часть вопросов касалась приведения регионального законодательства в соответствии с федеральным. Один из вопросов – изменение порядка проведения оценки регулирующего воздействия. Новые законы всегда влияют на жизнь общества. И оценка регулирующего воздействия – тот инструмент, который, опираясь на открытые источники, демонстрирует происходящие изменения. Благодаря ему власть может понять, как меры поддержки или законы отразились на деятельности граждан или бизнеса. Проводить эту оценку сейчас планируют через портал «Открытый регион». Многим рекомендую тоже там зарегистрироваться, потому что там проходит очень много инициатив и проектов, в том числе проводится оценка регулирующего воздействия, но запрашивается мнение. Поэтому предпринимателям рекомендую все-таки быть более включенными в проект рассмотрения тех или иных нормативных правых актов. В Мурманской областной думе также состоялось заседание Комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту. На повестке рассмотрения изменений в ряд законопроектов, а также вопросы, связанные с организацией детского отдыха и планах работы Комитета. Одна из центральных тем заседания – обсуждение корректировок регионального закона о библиотечном деле. Парламентарии рассмотрели и одобрили предложения по внесению изменений в части, касающейся государственного учета книжных памятников. Документ рекомендован к принятию в первом чтении. Без внимания не остались вопросы, связанные с организацией детского отдыха в 2021 году. В настоящее время в реестре зарегистрировано 113 оздоровительных учреждений. Для юных северян уже приобретено 4750 путевок в Крым и Краснодарский край. Нынешнему созыву регионального заксобрания осталось немного. Впереди выборы, но прежде кандидаты пройдут сито партийного отбора. Директор Центра дополнительного образования Лапландия Сергей Кулаков подал документы для участия в предварительном голосовании. По итогам праймерис определяют кандидатов депутаты областной думы. Четверть века Сергей Кулаков работает в системе образования Мурманской области. Последние шесть лет он руководит Центром Лапландия. И очень хорошо знает потребности современных детей, например, в создании для них необходимой среды, способствующей правильному развитию и воспитанию. Отметим, что Сергей Валентинович впервые собирается принять участие в выборах. Я хочу сказать, что наши дети самые замечательные для каждого родителя, они талантливые. Поэтому хочется сделать, наверное, чтобы наше образование школьное и дошкольное было еще ярче, краше, здоровее и интереснее нашим детям. Чтобы наши дети социализировались, поступали в нашем регионе, оставались на севере. Депутатами, конечно, станут не все, но и другой работы в регионе хватает. В Мурманске состоялась традиционная ярмарка вакансий, приуроченная к 30-летнему юбилею Центра занятости населения. Какие специалисты востребованы в Заполярье и чего ждут от работы северяне? Подробнее в нашем сюжете. Пандемия внесла свои коррективы в привычную жизнь северян. Многие смогли адаптироваться и перейти на дистанционную форму труда. Но есть и те, кто просто лишился рабочего места. Свою помощь в трудоустройстве на ярмарке вакансий в Мурманском центре занятости в этот раз предлагают 19 предприятий и организаций, представляющие различные отрасли. Эти мероприятия позволяют более успешно взаимодействовать между работодателями и потенциальными работниками, нашими безработными, находить точки соприкосновения. И, как правило, это более эффективное направление, чем общение в сети. На ярмарке можно уточнить любые нюансы, связанные с будущим местом работы. Но если с профессией еще не определились, то здесь точно есть из чего выбрать. У каждого безработного своя история. Многие просто решили сменить род деятельности, а кому-то пришлось уволиться по веским причинам. После того, как мост разрушился, на выходном нефтебаза потеряла контракт, и решили немножко поменьше людей оставить. Разрушенный мост буквально поставил крест на стабильности Михаила Алешина, но надежда на достойное трудоустройство у мужчины не пропадает. Звонок из центра занятости подтвердил – вакансии есть и их немало. Рабочие руки нужны и компании «Мурман Энергосбыт». Мы предлагаем стабильную заработную плату, надежные условия труда. Готовы обучать наших сотрудников для повышения их профессионального мастерства. И у нас работает коллективный договор, который предусматривает более расширенные социальные гарантии. В общем, надеемся, что сегодня будет проявлен интерес к нашему предприятию. Мурманский центр занятости населения готов помочь найти работу каждому. Для этого необходимо обратиться в отдел занятости или посетить ярмарку вакансий. Рабочие специальности сейчас очень востребованы. Ведь в Мурманске возводят сразу несколько крупных объектов. Например, детский сад на улице Достоевского. Садик здесь возводят при участии муниципалитета в рамках национального проекта «Демография». Трудности не обошли объект стороной. Перебои с поставками стеновых панелей задержали срок сдачи здания на полтора месяца. Однако, несмотря на сложную ситуацию, строители стараются наверстать упущенное. Сейчас ведется установка железобетонных конструкций. Планируется, что детвора должна пойти в новый садик уже в октябре этого года. Мурманчане хотят, чтобы детские садики были более новыми, более современными. Понятно, что у нас, как таковой, очереди сейчас нет. Но это не значит, что мурманчане не хотят новые, более современные, более свободные детские садики. Танкер «Вязьма» и буксир Николай Чикер вернулись на Северный флот из дальнего похода. В течение двух с половиной месяцев экипаж «Вязьма» обеспечивал дальний поход новейшего фрегата «Адмирал флота Кассатонов» в Средиземном море. Охрану танкера от возможного нападения с воды вела группа морских пехотинцев из гарнизона «Спутник». Судно находилось в море более 80 дней, прошло около 13 тысяч морских миль. Моряками была выполнена 31 передача топлива, воды и других полезных грузов на российские корабли в Средиземном море и в Атлантике общим количеством более 4 тысяч тонн. До этого в Североморске вернулся спасательный буксир Николай Чикера, который выполнял задачи поисково-спасательного обеспечения в Средиземном море. Буксир находился в длительном плавании более трех с половиной месяцев. Вопрос сохранения своих корней крайне остро стоит для малых народов. Именно этой теме посвящена выставка финно-угорских комиксов в одной из модельных библиотек Мурманска. Проблематика сохранения культуры и языка коренного народа Севера, экология, да и просто бытовые ситуации легли в основу выставки самских комиксов. Работы авторства финской художницы Санны Хукканин для русской аудитории адаптировала Анна Воронкова. В открытии экспозиции приняли участие и представители консульства страны Суоми. «Очень, очень хорошо, что есть, например, этот проект, выставка, чтобы все знали бы, что существуют такие культуры, языки». На самом деле назвать эту выставку «Саамской» не совсем верно. Здесь представлены финно-угорские языки и культура коренных народностей. Но тем интереснее покрутиться в материал и поискать отличия между соседями. К тому же комиксы нарисованы даже для этого жанра необычно. «Как рассматривается еще этот проект? Он не просто социальный и не просто привлекает внимание к каким-то проблемам социального общества. Он еще привлекает именно молодежь, потому что сам формат комикса, он, наверное, сейчас более рассчитан на молодую аудиторию. И для них это более привычно и естественно, чем для них это интереснее познавать мир посредством рисунка, посредством каких-то простых фраз». Комиксы издаются малыми тиражами, силами самих энтузиастов. По сути, это самоздат. Некоторые работы опубликованы в интернете. Вживую сейчас их можно увидеть в Мурманской модельной библиотеке «Наша Балина». В Мурманской области продолжается второй сезон федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики». Кристина Григорян подробнее. Федеральный проект «Музыкальные надежды Арктики», заручившийся грантовой поддержкой, продолжает свою реализацию в школах искусств и учебных музыкальных заведениях. Первая часть второго сезона «Надежд» в этом году была реализована онлайн. Но эпидемическая обстановка позволила проводить встречи с преподавателями и студентами вне виртуальных площадок. «Мне нравится в ваших детях то, что они понимают, что они занимаются профессией, что они приходят не время провести, а что они приобретают знания, умения, что они относятся к этому серьёзно, как к своей профессии». На хоровой мастер-класс в «Зато Александровск» удалось попасть и ребятам из Заозёрска. Хору Заозёрской школе искусств более 10 лет. Репертуар, отмечает педагог, довольно широк. От классики и народных песен до современных мелодий. «Вот это живое общение со специалистом, человек, который со стороны, наверное, дети лучше воспринимают информацию, больше реагируют, становится более отзывчивыми, и хор по-другому начинает звучать». «Каким-то вещам можно научиться по протяжении всей своей жизни. Даже если кто-то вертикаль не выстраивает, что-то не совсем правильно делает в техническом плане, это то, что можно наверстать. Но если нет понимания, зачем я здесь стою, и что я хор люблю и люблю музыку, вот если этого нет, то ничего не будет». В этом году проекту удалось добиться новых высот. В занятиях примут участие новые известные в музыкальной среде исполнители и педагоги. «Интересный новый опыт, узнаем что-то новое, потому что мы работаем, уже привыкаем к своему обычному движению жизни, работы, обучению наших учащихся. И приезжают люди из больших городов, помогают расти профессионально, помогают нашим детям проявить себя, потому что для детей это тоже какой-то стержень». Расширилась и география участников. Благодаря онлайн-режиму к «Надеждам Арктики» присоединились музыканты из Красноярской области и Республики Карелия. Финал на этот раз обойдется без сборного концерта с воспитанниками. В филармонии Мурманска состоится большой концерт экспертов, знаменитых российских музыкантов, которые исполнят произведения композиторов-юбиляров 2021 года. К теме спорта в Мурманске впервые состоялся турнир по быстрым шахматам на призы мурманского филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте России. Федор Тимошенко играет в шахматы с детства. Любовь к ним привил дедушка, который и познакомил с правилами. Сейчас 17-летний выпускник строит планы на будущее. Выбор будто на шахматной доске его жизни. Но сегодня Федор просто рад, что вновь может разыграть партию с соперником за обычным столом. «Так как я часто занимаюсь, надо поддерживать свой уровень мастерства, поэтому пришел и зарегистрировался». «То есть не хватало живой игры?» «Да. Именно потрогать фигуры, ощутить атмосферу определенную». В первом в областном центре турнире по быстрым шахматам на призы филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Российской Федерации приняли участие мурманские школьники, студенты, выпускники Академии, а также преподаватели 17-й комплексной спортшколы города. «У нас с Академией Госслужбы подписано соглашение. Также надеемся, что наши выпускники нашей школы пойдут туда учиться». Популярность шахмат в последнее время сильно возросла. И это связано не только с выходом сериала «Ход королевы», но и с тем, что шахматы действительно увлекательный вид интеллектуального спорта. Оттого он так и интересен и взрослым, и детям. Ключевая особенность именно быстрых шахмат – уменьшение времени, которое затрачивается на партию. В рапиде она составляет от 10 минут до 1 часа. «Как все знают, шахматы – это не просто игра, это искусство. И, естественно, для того, чтобы быть хорошим, грамотным управленцем, все качества, которые присущи для шахматиста, как раз будут уместны». Турнир по быстрым шахматам состоялся в рамках празднования победы в Великой Отечественной войне. Организация и проведение соревнований стали возможны в том числе благодаря поддержке регионального отделения ДОСААФ. В Ледовом дворце Мурманска состоялась финальная игра чемпионата области по хоккею с шайбой сезона 2020-2021. На каком еще матче можно увидеть военный оркестр, участники которого во время последней игры сезона пришли поддержать сборную Северного флота. Против хоккеистов военного объединения выступила команда «Кол Атом» из «Полярных зорь». Игра для «Атомщиков» выдалась напряженной, североморцы открыли счет, а во второй 20-минутке так и вовсе забросили соперникам три шайбы подряд. В заключительном периоде флотские хоккеисты вылечили разрыв, забив еще пять шайб. Хорошая была игра, получили все удовольствия, все тех, кто сподел. «Кол Атом» действительно бился, это дорогого стоит, что даже в последние минуты забили шайбу. Ну и Северный флот, команда Северного флота молодцы, счет мощный, так держать. И спасибо огромное всем за игру. В итоге военные моряки одержали победу с отсчетом 9-2, в третий раз выиграв чемпионат Мурманской области. Сезон 2020, последний, завершен. Уже в мыслях следующий сезон 21-го года. Живем этим, думаем об этом, любим хоккей. Флотская сборная в региональном чемпионате выиграла 10 матчей, не проиграла ни одной игры. Награды победителям и призерам вручили командующий Северным флотом и губернатор Мурманской области. Горнолыжный сезон в Мурманске официально закрыт. Большую вечеринку по этому поводу организовала «Радиорекорд» на одном из популярных склонов города. Для всех гостей состоялись показательные выступления лыжников и сноубордистов, конкурсы и многое другое. Кристина Харатова окунулась в атмосферу праздника. Закрывать горнолыжный сезон нужно весело и шумно. Поэтому радиостанция «Рекорд Мурманск» на одном из городских склонов организовала «Рекорд-фест». Все желающие, любители и профессионалы зимних катаний на лыжах и бордах собрались вместе, чтобы напоследок поймать снежную волну. Три, два, один. «Рекорд» здесь. Гостей вечеринки ждали зажигательные танцы с красивыми «Гоу-Гоу-Гелл» и диджеем Дмитрием Габуром. Ведущий рекорда Николай Дукмос развлекал зрителей конкурсами. Без подарков не остался никто. Еще для зрителей работала фотозона с лыжным троном в стиле сериала «Игра престолов». Мы собрали тех ребят, которые тоже любят этот весь горнолыжный драйв, подключили партнеров. Сегодня у нас настоящее закрытие сезона с показательными выступлениями, с горячим глинтвейном, бесплатным «Гоу-Гоу», «Резиденты», «Океан-Холл». То есть огромное количество людей, розыгрыши сноубордов. То есть настоящее закрытие сезона, как оно должно быть. Юрий Стецук уже седьмой сезон рассекает по склонам на горных лыжах. Катается молодой человек для себя, чтобы развеяться и получить заряд адреналина. Также Юра учится делать трюки. Пока это любительский уровень. Но кто знает, куда приведут такие увлечения. Почему лыжи? Ну, не знаю. Меня как бы есть друг, который научил меня на них кататься. И я, в принципе, другого и не выбирал. А вот Богдан Дворецкий всю жизнь покоряет склоны на доске. Он один из основателей сноубординга в нашем регионе. Больше 25 лет Богдан в этом деле. И признается, что это любовь навсегда. А такой движ помогает и молодежи прививать правильное увлечение. Сидеть дома за компьютером или смотреть сериалы – это, конечно, одно. Но свежий воздух, катание, просто потусоваться среди единомышленников – это, конечно, дорого стоит. Во время феста между гостями в формате забега разыграли два сноуборда от Кольского завода. Партнерами фестиваля, которые также предоставили подарки участникам, стали горнолыжный комплекс «Нордстар», магазин «Платишки и беретики», трюк и вида «Атива», а также магазин автоаксессуаров «Дримкар», бутик укрепления семьи «Пинк Рэббит» и цветочная лавка «Веранда». Для тех, кто не мог посетить мероприятие лично, ведущие радио «Рекорд Мурманск» вели трансляцию открытой студии в прямом эфире с места событий. Кстати, поддержали праздник сообщество «Регион 51» и наш телеканал «Арктик ТВ». Ведь мы тоже за правильный движ. Вообще, организаторы «Рекорд Феста» надеются, что такое событие повторится еще не раз и станет доброй традицией. На этом у нас все. Больше новостей смотрите на нашем сайте arctic.df.rf и в официальной группе телеканалов в социальной сети ВКонтакте. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова